всем привет с вами ольга чернова моя грудная азбука сегодня 14 августа и я пришла показать как выглядит в это время теплица для раннего урожая вот здесь не так давно вы видели что я показывала вам говорила что жара спит все очень быстро но жара до сих пор у нас так и не ушла и вот эта аномальная погода аномальная жаркая погода нынче так ускорила весь процесс что смотрите к середине августа у меня вот уже такая ситуация в теплице все томаты ускорились и в ускоренном режиме все 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 вызрело ясно что детерминатные я давно уже убрала еще неделю назад и тут остались у меня вот эти которые очень-очень высокорослые которые еще там есть кое-что но там последний там от вова путин висит там гирлянды сейчас покажу вам вон видите в конце гирлянда штрауха но тут совсем немножко итальянские спагетти но я пришла вам показать сорт который у меня новинка и который я выращиваю первый раз и почему именно его пришла показать я сейчас объясню потому что вы видите что у меня уже нет ни нелюбимых моих обзоров когда я хожу восторгаюсь томатами потому что у меня все уходит время на заготовку семян я только успеваю вот такие лотки нагребать утаскивать потрошить мыть короче сушить все в этом году из-за аномально жаркой погоды томаты поспели все одновременно и в теплице и в открытом грунте и везде я почти все выбрала вот вообще нет минуты свободной и я даже не успела вот последние даже вот эти новинки сорта сделать видео обзоры потому что уже все почти обобрала но вот у нас вот этот сорт остался я сейчас про него расскажу почему именно ему я уделяю внимание смотрите ничего вам не напоминает я вот весной и летом говорила что так люблю сорт русские колокола который оранжевый он вкусный который для диетического питания для детского для ну короче для всех случаев жизни но в нем один недостаток что он детерминатный и он очень быстро отдает урожай он непродолжительно и вот там где у меня были русские колокола там уже вот пустое поле все сейчас буду готовить на будущий год теплицу их нет и я увидела когда несколько лет назад такой же сорт как русские колокола но индетерминатность продолжительным плодоношением я очень захотела его себе заиметь этот сорт чухлама он не очень популярен и не очень распространен может быть вы о нем даже не слышали и я несколько лет лет пять искала в наших магазинах всегда спрашивала есть чухлама в продаже они некоторые продавцы говорили что даже не слышали о таком сорте и вот в прошлом году мне повезло к нам завезли чухлама я посадила их вы видите что один в один русские колокола вот я сейчас расскажу об этом сорте но все что я буду рассказывать это пока что со слов производителя все что вот какие качества я буду описывать я еще его не так сильно изучила потому что но первый год и из всей пачки у меня выросло всего вот два семечка проклюнулись я теперь их берегу как зеницу ока он у меня под номером 239 будет в каталоге конечно с двух кустиков будет не так много семян но если кого-то этот сорт заинтересует все-таки лишние семена я могу выставить продажу потому что мне там нужно 10 20 не больше вот смотрите в отличие от русских колоколов он индоторминантный он вырастает более двух метров и вот видно что он тянется 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 вот она вот эта перегородка теплицы дальше уже пошел потолок вот он я его привязала он идет вдоль потолка и до самого центра дошел ясно что он уже больше двух метров так про высоту посмотрели потом вес плода 120 110 граммов но короче вес плода точно такой же это как близнец русских колоколов но только очень высокорослый и с продолжительным плодоношением он такой же оранжевый вытянутой формы он даже больше чуть чуть более оранжевый чем русские колокола но очень похожи ярко оранжевые такие и написано что он очень хорошо лежит транспортируется очень долго хранится у него плотная кожица и плотная мякоть что он идеальный для цельноплодного консервирования потому что вот это вот вся плотность позволяет ему держать форму он рекомендован для выращивания в теплице но эти слова теперь я уже не сильно принимаю во внимание потому что от казанова у нас рекомендован для теплицы а у меня он лучше получается в открытом грунте так что на будущий год вот этот чухлама будет у меня и на улице расти и написано что он устойчив к ладоспориозу фузариозу вести его надо в один ствол и при соблюдении агротехники мы можем получить 5 килограммов с одного куста смотрите какой очаровательный красивый вот с таким носиком я немножко их уже общипывала сразу скажу что нынче у меня ну может из-за того что семена были магазинные может из-за того что такие условия были нынче очень жарко не полностью наверное они опылились но я думаю что пять килограммов с куста у меня не будет но это слишком много 5 килограммов куста но вообще написано они вот от производителя что это очень урожайный кисти такие у него ну вот можно увидеть что да в кистях кистях по многу вот этих вот но у меня еще он будет я не знаю сколько он будет дальше продолжаться но видите у него тут все новые новые образуются и вот в то время когда у нас нет теплица опустела никого уже нет чухлама она только разошлась она вот завязывает 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 плоды я оставила вот ее оставлю сейчас эти все обберу последние и штрауха вот это будут те самые мелкоплодные томаты которые хорошо хранятся которые для консервирования которые в поздний период вот сам это сейчас скажу еще про это про заявки про заказы потому что сейчас вот я встаю каждый день в 5 30 чтобы хоть час посидеть на заявках ответить вот на эти ну переписать платежи и я вам скажу что в этом году вообще света представления все решили прислать заявку первого и второго августа то есть все те люди которым я буду рассылать заказы всю зиму они все написали в первые два дня поэтому эта пробка про которую я говорила она еще больше чем в прошлые годы образовалась и как бы я не говорила как бы я не просила что не пишите повторно ждите просто потому что мне сейчас некогда потому что я на заготовке семян очень много созрела томатов одновременно и люди должны заказчики радоваться тому что у меня нет свободной минутки я только заготавливаю семена таскаю таскаю их режу ведь это хороший знак это значит многим хватит те сорта которые они хотят получить но они все равно не дают мне работать некоторые вот вчера читала третьего отправила заявку пятого уже пишет но что-то не ответа не привета я жду номер или как ну вот я вообще в шоке и во первых в такой манере и какие приветы ждут от меня я не знаю я тут бегаю с до вечера как челнок туда-сюда еще раз прошу подождите немного я вот сейчас только закончила отвечать тем кто написал мне первого августа только переползла на второе потому что в эти два дня все основные заказчики все кто ждал заказов они все решили ну как естественно они ждали этого дня они в первый день все подали заявку кто тем более пятого шестого седьмого присылал заявку вам придется подождать еще раз повторяю если вы сделали платеж никуда ваша очередь не денется все я не знаю как еще людям объяснять какие ответы и приветы от меня ждут все это будет очень медленно но я обо всем этом сразу предупреждала я одна никто за меня не может не ответить не принять заявки вы просто не представляете сколько сейчас работы в это время и если томаты переспевают вот сейчас я вчера набрала вот они уже мягкие конечно я в первую очередь сяду заготавливать томаты они отвечать на заявку потому что заявки и письма не прокиснут а томаты могут прокиснуть и качество семян понизится я уже говорила всем в первую очередь качество семян сделать здоровые хорошие семена потом буду всем отвечать там уже наверное меня не знаю кто первый раз заказал и кому кажется это долго кому кажется это не знаю пишут ну вы хотя бы мне ответить что приняли заказ или нет или мне к другим идти как я отвечу если перед вами еще например там сколько-то много-много людей я не могу вы найти ваше письмо в этом количестве не отвеченных не знаю как объяснять все до свидания лучше буду вообще наверно молчать пусть люди злятся ждут не знаю как как эту ситуацию решить ну как если я уже объясняла что это будет очень долго и сейчас заготавливаю семена все это совпадает в одно время и все равно половина начинаешь открывать половина писем это не заявки а это вот такие вот ну без всякой информации что что-то долго нет вы мне будете отвечать или нет не знаю даже как на такие письма отвечать но такие письма конечно отвечать не буду все до свидания желаю вам терпения себе тоже каждое утро начинаю читать меня взбадривают там и иду спокойно заготавливать семена все желаю всем получить ответ как можно быстрее для этого не пишите писем без заказов без тем без заявок половина песен вот сегодня 860 у меня там не отвеченных из них 600 просто вот ну ни о чем а мне же нужно их открывать и нужно каждому отвечать и этими пустыми письмами вы удлиняете срок ожидания все